Но сначала чуть подробнее о коммунальных квитанциях. Журналисты Бийского рабочего поясняют, в новых платежках будет больше информации. В них включат размер повышения платы, сумму долга и пеню, данные о штрафах управляющей компании или ТСЖ. Также в квитанциях укажут идентификатор платежного документа и единого лицевого счета для оплаты услуг онлайн. Отдельными строчками пропишут расчет за содержание общедомового имущества. По каждому виду ресурса можно будет увидеть тариф, потребленный за месяц объем и итоговую сумму. Отметим, что в июне коммунальные услуги не подорожают, но они вырастут со второго летнего месяца. А вот такое новшество, как электронные больничные, слабо приживается в Край, утверждает газета «Комсомольская правда Барнаул». Электронные больничные, как альтернативу печатным бланкам, ввели год назад для упрощения процесса получения выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Но пока больничные в электронном виде предпочли немногие. За прошлый год чуть больше 6 тысяч земляков. При этом в том же 2017-м в Край оформили 630 тысяч привычных бумажных бланков. Как выяснилось, новшество не особо жалуют люди старшего поколения, которых в Край большинство. Они допускают, что компьютер может сломаться или произойдет сбой в программе. И больничные в итоге не оплатят. Специалисты фонда соцстраха уверяют, что все опасения напрасны. Почему? Читайте в «Комсомольской правде». Подробности юбилейного шукшинского кинофестиваля сообщает Полит Сибру. Его корреспонденты в частности написали, что в состав жюри Всероссийского культурного мероприятия, которое пройдет на Алтае в 20-й раз, войдут киноведы, режиссеры и сценаристы из Барнаула, Новосибирска и Москвы. Возглавит жюри известный российский киновед Валерий Фомин. В состав жюри войдут народный артист России Аркадий Инин, кинорежиссеры Владимир Кузнецов и Александр Новопашин, заслуженный работник культуры страны Анатолий Фукс. Добавим, что кинофестиваль пройдет с 24 по 28 июля в рамках шукшинских дней на Алтае. Елена Макаренко, Наши новости.